Я Пет Павло, белорусский рок-музыка. Уже 10 месяцев я у Польши. Весь час я шукаю свое место в нашей борьбе. Алло. Алло, Петина. Так. Это Володя Кипиш. Подъезжай, загрузим тогда все, заладуем. У меня тут великая скрыня. Чекай. Что теперь выращается в Украине? Я хотел туда поехать спеших до войны и того махче нашим. Пока мы собрали 34. Я заплановал 50-ми, похоже, что. Ну, и что. Ну, честно скажу так, пацаны без фруктов скучают. Я так периодически без мясного. Я им там везуся отсюда, с Польши заехал. Сегодня с утра на мясокомбинат. Там знакомого, который загрузился мясо. Вот это мясо, только такое. Строганима. Ну что, нормально? Ладуем речи у бус. Вот это наш бус. А это рештуна для наших хлопцев. Мы отъезжаем от дома. Володя. Пазовный кипиш. Ягонная история, гэта тема на особный фильм. Нажаль, не могу про его распавести более. Али теперь я удержу за такое товарыство. Я люблю Варшаву. Мне Варшаве лепит, чем в Берлине. Мне Варшаве лепит, чем в больших городах. Я, по-какому, еду в Польшу. Мне сручно быть в Польшу. Блин, а мне не заходят в Польшу. Ты просто ее не умеешь готовить. Да. Если честно, общаюсь постоянно с русскоязычными. И негде подтянусь ее немножко. Просто треба убудоваться, треба найти свое место. Мое место в Беларуси. Нет, это сразумело. Но пока мы тут, не треба ждать. Не треба сидеть на этих. На Валийске. Не треба на чемодане сидеть. Это психологичная, в деле, мне некомфортно. Да, тяжело. Ты понимаешь, какая ситуация? Допустим, вот мы сейчас делаем, производим пикапы. Скупаем автобусы, режем, готовим площадки для 120-ки миномета. Потому что обычный пикап не подходит для этих целей. И вот аренда хороша. А сами делаем. Ну, сейчас пару хлопцев взял, уже вместе делаем. Ну, говоря, полегче стало. Там много таких очевидных мином. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я же Польша из Украины. На заход женщины с детьми, пораненые, поисковцы на лечение. Во Украину волонтеры, такие, як мы. Цікаво, як помежники отреагуют на мой белорусский пашпорт. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы в Украине. Першие уражения шмат взброенных людей. Короткий допыт, али формальные намяжи. Быть сам бы мирная Украина, али блокпосты, мины, озброенные люте. Супертанковый яжи в городу. Тут под Киевом заховалися спаленные российские танки и бетеры. И вот навыд одна оторванная башня. У моим першпосадковым плане были я, гитара и некий выпадковый бус. Азнарос у меня штатный бус Каленовцев, багажник заполненный рыштунком для ВРУ. Белорусы отгукнулись на мой заклик и терминова собрали необходные гроши. База полка Каленовского в Украине. Нарышця мы доехали. Так, перша справа передать речи, які отрымалася закупить на гроши с нашего сбора. Тут докладная колькость пальчатки 150 пар. На каленьках я докладно не памятаю. И самое дорогое это вот окуляры. Я не все ЕСС, я просил. Две пары вот таких Swiss Eye. Уражение, что мясо было боли. День концерта. Хлопцы и девчины только с фронту. Ци до музыки им зараз. Ци придуть. Паглядем. Угадающе в ВРУ, які пришли на концерт. Разумные в очи просветленные твары. На жаль, больше з них мы показать не можем. Шмат укагу в Беларуси засталися рот. Есть акули замова. Не боится и он взмовы и таемные пастки. Не боится судей. Не боится и он кратал. И он сократал доходы. Все к нему у тебя все. А тут на помеже хамятный веже жалерстный цвет замклили застали. Таемные пастки подземные сходы. Молтыли маски на тварах охот. Свет холодным в оком глядит на вокал. Свет холодный и пусты. Свет холодным в оком, голодным в оком. Свет где только я и ты. Полои дрова, горит межа, у неба специи станой полымян. Песню полая я почал писать еще в Беларуси. Але гэта были тольки на тапки. А пошние слова з'явились именно в это тут, в Украине. Выконание для каленовцев это практичный премьер. Полая трава, полая тень, полая сердца, полая земля моя. Спасибо. Я вот доведался, что я к минимуму один гитарист у вас тут есть. У меня для его есть инструмент. Галерат автоматируешь, кому налевали. Я привез вам невеличкие дары, потому что у меня отрывалось собрать невеличкую сумму. Ими жиршим, это была моя у вас на идея привезти вам гитару. Потому что эта гитара застается у вас. Спасибо. 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 Сегодня отбылся концерт для вайеров. Было вельми шмат хлопцев и девочин. Вельми эмоционально было. Спочатку некая такая была тиша такая и эмоциональная такая незразумелость. Але с бегом концерта все ж таки заявилась тепленья, поразумение и наприконцы мы были разом. В голове не смещается. Могутный хлопец, сопрованный викинг. Починаю зим жартовно штурхаться. Я так призвучаюся с боротьбитами. Высветляется, что он контуженный и пораненный. Некий жах. Короче, сюрреализм. Просто сюрреализм. Ну, оно ни в какую голубь не укладается. И все молодые. Хотя есть пару персонажей моего взрослого. И навыц старейший из меня. Appreciated amam Первые дни войны. Первый бой за Киев. Наши хлопцы состряли колонны ворога со звичайной стрелковой зброей. Тады Беларусь с позвоночником психолога оторвала ногу. Я слухал его новую историю, и мне не покидала думка. Ему приклад настолько же, как и моему сыну. Как вы тут появились? Значит, приехали сюда 3 марта в составе разведзвода. У меня огневая позиция была здесь, на заправке, с пулеметчиком. Мы должны были или прокрывать отход, либо при прорыве колонн уничтожать тех, кто сюда подъедет. Уралы остановились, из них начала высаживаться пехота. Я, соответственно, сразу же двоих особей ликвидировал. Побежал за пулеметчиком, танка прилетела во второй ярус этого здания, и куда вот осколочно угасли, было ранено Гоя. И когда начали раненых переносить, там уже бахнуло третий раз, и уже я ранен, еще там 9 человек. А ты ранен был уже конкретно? Ну, конкретно, да, то есть нога оторвалась на 90-10 процентов, там, ну, сухожилие на коже. Я же тогда просто сел, посмотрел, нормально, потрогал там пах, чтобы не было повреждений никаких. Коли ты стратил притомность? Ну, когда в больницу пришел, сказал данные свои, сказал, что у меня болезнь Лебранта, кровь не сворачивается, чтобы, ну, знали. И все, и как бы на операционный стол, маска, все, наркоз. Когда наркоз тогда заснул. Учитывая то, что они тут 11 часов, здесь где нас были, эта колонна, она дальше не заезжала. И наши войска, которые в Буче находились, немногочисленные, они смогли благодаря нашему этому бою отойти. Потому что, если бы мы тут не вязались бы, инициативу не проявили бы, то просто бы замкнулся котел, и уже те там несколько тысяч людей, которые были в Буче, ну, им была бы труба. Потому что техники не было, ничего не было, они бы не вышли никак, мосты подорваны. Поговорил Леша, как отходили они, не поспели. Всегда по тому пантерю, как они отходили, они отсюда вышли вот сюда, вот здесь стояли тигры. И за счет того, что у ВСУшников были вот эти прицелы ночного видения, они вот тут смогли через лес, через озера выбраться с Раденами. Балаганов перетворился в самого популярного белорусского ютубера в Украине на моих вачок. Я навык керху здесь ростю в его непопулярности. Я познав его на моем концерте, але познайомились с ним только тут, в его нейродной Бучир. Я тоже как раз во время эфира, когда нам какие-то рассказывал, я же спросил, у вас есть эти приборы ночного видения? Говорит, у меня тут. И мы прямо в эфире объявили сборы. Вот так, в принципе, у нас началось все движение по помощи полку Калиновского. Мы сразу же за день собрали с белорусами на два ночных прибора. И два месяца пытались их в Европе купить. Пошли, я тебе просто покажу бородянку, которая мирно спала. Кто-то из них кушал, кто-то завтракал, кто-то укладывал детей, одевал куда-то. Понятно, все уже были осведомлены, что происходит, но никто не ожидал, что когда ты спишь, и тебе горят правила двух стен, что по улицам едут оккупанты, твоими домами может быть вот такое. Бородянка под Киевом. Невеликий городок. Прикладно, как наши эстопцы. Русский мир тут ващусь своей величи. Завсюди хотел бы видеть оригиналы Бенкси. Наверное, хотел бы поехать в Лондон. И тут у Бородянцы аж на два морали, махчима самого значного мастака сучасности. Вот этот дом наткнул Бенкси. Сейчас я вам покажу это место. Вы сами видели, спрацовала сигнализация, напевно, что здесь, правда, нельзя подходит. Субтитры создавал DimaTorzok я рейфрут полка Каленовска. Ничаканный подарунок лесу. Я вернулся в свои 18, когда рехтовался десантником до Афганистана. Только теперь у меня натовская сброя. Я был старшиной за ДВ. Шмар чего я этого всего им сказал. У меня был взвод управления. И так само проводил занятки с ними. По тактице, по... Ну, молодые, коли приходили. Сберёшься? У нас есть трой кропки опоры. Это пистолетная рукоятка. Первая кропка. Это кропка нашего плеча и приклада. Третья кропка, это наша прикладка щека. Колени подсобнуты. Трошки не сильно. Бывает, как все так вот начинаются. Трошки просто. Кабины неровные были. Оп. Всё. Мягкие колени. Обмягчая спина. И мы нибыто стоим на воротах. Я говорю, кейпер, зараз будем ловить гэтый мяч. Мы повинны быть готовы до удара мяча у руки. Палец. Сдолжь ствола. Локоть к себе прижать. Развертает локоть до себе. Патруль. Патруль. Доброе. Граната! Граната! Там закройте лучше. Да, отверните. А с телефоном мне кто пришли? Да, пришли. Синяк, вон. Лучше. ХОЛОДИТАРА Концерт в окопе. Рыкруты одразу после занятков. С автоматами, в банаклавах. Цикавы, театры маятся у них подпевать. От початка войны думал, что сделать. И натурально я хотел быть одним из вас, хотел поехать. А я уже дорослый, можно сказать, старый. И весь час были некие справы, некие недорогленные речи. Але я вам хочу сказать, что коли заходить разговор про вас, про полк Калиновского, про войну, одразу твары меняются. Вас все подтримывают. Я вам удячно винный. Я властно удячно за эту махчимость. Вам и вашим командирам. И на углу Украине. За то, что на Рыжце их там уже дать отпор. И я уверен, что отримается перемахче. Зараз только справа на каких условиях и каким коштам. Але и перемога докладна будет. Тим выглядеть, как мы себе ее уявляем. За туманом ничего не видно. За туманом ничего не видно. Академия. Только видно дуба зеленого. Только видно дуба зеленого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА